Виталику написала список, что можно купить. Он поехал по делам и заедет сразу на рынок, возьмет то, что надо. Я решила, что буду дома заниматься делами, потому что их на самом деле очень много. Сейчас с вами разберем посуду. Из холодильника тоже повытаскивала посуду, которая там лишняя стояла. Надо вести порядок. Без меня заедет, купит, ничего страшного. Причем я ему очень подробно написала, что купить так, чтобы он выбирал сам. Например, перец болгарский. Я ему прямо написала, выбирай сам. У Грикина глиной, ничего. Мясистый. В общем, разберется. Сейчас в магазине убираю посуду. Не знаю, что готовить. Думала, может быть, суп с гречкой. И с грибами сварить. У меня есть сухие грибы. А где контейнер сам? Крышка есть, контейнера нет. Наверное, не выместился. Гля, плохо отмылась тарелка. Сейчас я ее здесь помою. Стояла неудачно. В одноклоне. Так что не отмелись. Нижний этаж сначала разберу. Еще хочу попробовать отстирать свои белые кроссовки, которые я с отпуска, помните, носила. Я уже их и азелитом заливала в прошлом году. Они такие оказались неубиваемые. Белые. Очень удобные. Я их затаскала. Весь отпуск носила и в лес, и на Алтае, и в Карелии я их носила. В общем, они выглядят сейчас ужасно. Я думаю, запихнуть их в отбеливатель. Но если получится, то, конечно, вам покажем. Про отбеливатель спросили. Тоже расскажу. Подождите, потерпите. Сначала все это. Откнему, покажу, как он отбеливает. И оставлю ссылки, не волнуйтесь. Мне не жалко. Просто, чтобы уже видео было готовое. Завтра, может... Гля, я удар... Это вообще... У меня здесь кусочек откололся. Моя курочка, что ты сегодня у меня мяукаешь, девочка? Моя девочка, моя солнышко. Мяу! Кисюнька, ты стой. В комнату хочешь? Нифига. Убайдешься. Так. Слив Виталику сказала купить. Потому что я сливы покупала на сливовый пирог. В итоге мы их съели. Пирога так и не оказалось. И сливы закончились. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Вчера же еще мясо жарили. У нас было замаринованное. В духовке. Ну, вы это уже не видели, не показывали. Ужинали было. Противень. Ну, помывку. Так. Так. Крышку. Бульгирюнь. Сладконосюнь. Слышите? Мявкает. Она сегодня спала в шкафу. У нее в шкафу есть своя полка. Там у нее есть специальная постелушка. Мягкая. Ну, в общем, это ее комнатка маленькая в шкафу. Так вот, она спала и лапкой нос закрыла. А говорят, что когда коты вот так лапкой нос закрывают, прячут нос, будет холодно. Хотя вроде бы говорят, что бабье лето вот-вот наступит. Виталик мне сказал. Не знаю. Может и наступит. А может и не наступит. Уже я поняла, что лето конец. Как же поставить-то тебе? Ничего не вмещается. Блин. Пытаюсь вместить. Есть. Виталик всегда смотрит, как я... А, еще сповородка осталась под гренок. Виталик всегда смотрит, как я запихиваю посуду в посудомойку и говорит, ты, наверное, можешь... Вот, говорит, она полная, когда мы уже туда все заложили. А тебе надо еще туда вместить еще одну такую раковину полную. Говорит, и ты вместишь. Ты вместишь. Говорит, ты сюда запихиваешь все. Крышка еще. Все. А, еще хотел... Сейчас подождите тогда. Эту доску поставлю. А ту доску поставлю мыться. Вот чем мне нравятся каменные доски. Деревянные я мыла в этой посудомойке, но потому что мне хочется как будто простерилизовать, там же 90 градусов вода. Я запихиваю деревянную, но, естественно, ей крантец. Естественно. Эту каменную ставишь, она моется и как новенькая. И все. И красиво. Вот. Теперь все. Сейчас мы с вами сольем масло. Еще надо собрать снова пену с огурцов. Вчера мне девушка написала, я не знаю, почему у вас такой мутный рассол в огурцах. У меня как слеза младенца. Я не знаю, как может быть слеза младенца, если огурцы квасятся, именно квасятся. Я понимаю, если маринад, там уксус. Но если они квасятся, они не могут быть как слеза младенца, как-то там не круто. Ну, унитаз никогда не сливаю, всегда в пакеты выкидываю. Мне почему-то всегда жалко унитаз. Значит, надо. Платежка-то пришла у нас за коммуналку. Причем, из-за того, что в августе мы уже были в отпуске и мы не заплатили за июль. Первого августа она же уже не была. Платежка пришла. Она пришла. И когда мы приехали из отпуска, я сразу заплатила за... Ну, по счетам, да? А они уже не учлись, потому что мы в конце сентября, в конце августа приехали. И мне приходит новая платежка на начало сентября, в которой написано, что задолженность 8 тысяч. А я же их оплатила. А за август 5,428. И в общем счете как будто 14,430. А у меня-то задолженности нет. Я-то несколько дней назад, когда мы приехали в отпуска, оплатила этот счет. А эти счета формируются... Видимо, раньше сформировался, чем пришла оплата моя. Это тоже нет. В общем, как будто бы я должна 8 тысяч. А я-то их уже оплатила. Ну, как он перерасчет сделает. Надо зайти в личный кабинет. Возможно, в личном кабинете все правильно указано сейчас будет. Потому что там в электронном варианте по-другому. Не влезла эта сковородка сюда моет. Потому что я ее мою здесь. Конечно, было бы здорово, если бы такую сковородку можно было бы ставить в духовку. Но ее не поставишь здесь в космосовой ручке. А так, чтобы запекать какой-то. Все. Чистота чистопает. Так, где ты у меня стоял? Красотка. Вчера же эти все-таки поженились. Лали и Ану. Не зря мы шампанское пили. Наконец-то. На 825 серии. Господи, 300, 500, 800 серий прошло. Они наконец-то поженились. Я думала, это не свершится. Уже я молилась. Думаю, да когда же вы уже, а? Да когда же вы уже поженитесь? Когда же вы уже поцелуетесь? А что самое интересное? Она уже за ним замужем. Уже ее муж. Они все не целуются, понимаете? Они все скромничают. Значит, она уже рожать будет через пару месяцев. Все из себя, прошу прощения, строит. Недотрогу. Ты уж беременная. Что ты строишь из себя недотрогу? Все уже поняли, что у вас там было, чего не было. Успокойся уж, ради бога. Целуйтесь на здоровье. Елдис. Сегодня мне написали, что Елдис означает звезда. Причем пишется Елдис. Если я не ошибаюсь, если я правильно сейчас произнесла. А я же хотела хейтеров называть Елдис. А что если мы будем называть их Елдис просто? Без Елдис, Елдис. Будут у меня все Елдисами. Так. Все на кухне. Красота. Хлеб не поставила девочки, мальчики. Эти мошки летают. Господи, как я их терпеть не могу. Сейчас еще хлеб поставлю. Пойдем разбирать стирку. Наоборот, заводить стирку. Потому что у меня еще на замочек упадут полотенца. Хоть бы ничего не забыть. Ну, меня радует, что уже хотя бы процесс пошел. Потом же вчера я тоже собирала сделать уборку, а руки мои не дошли. Мы пока поехали, там все эти свои вопросы решили. Уже было не до уборки. На сегодня надо это сделать. Надо полотенце, если не полотенце, эту тряпку закинуть. Тоже подстирать. Смотрю, не думаю, что нет. Вот у меня это прошло. Я поела, после этого выпила омега-3, рыбий жир. Сейчас чувствую во рту запах рыбьего жира. Надо, наверное, поел через хотя бы минут 30 после еды принимать его, чтобы такого не было. Все. А я что за херня здесь не поняла. А раковыми тоже помыли. Молодцы, девочки. Все. На кухне, в процессе. Там что у нас? Да он уски сунь лежит на теплом полу. Все, девчонки, молодцы.